какая-то странная хрень происходит за два выходных дня я нашел на соседний друг от друга помойках два кинескопных телевизора вот этот воскресенье и еще один субботу это роллсом модель у вас на экране но 10 не выёбывайся фокусируйся вот такая модель 2190 чор что означает черный телевизор был на пломбе вот тут вот это крышечка если ее не открыть по телевизор разобрать не получится и была еще пломба сбоку но при этом в телевизоре отсутствовал один винтик как так получилось не знаю телевизор отрезан провод какая знакомая форма корпуса пишите был у кого такой телевизор хилдай техно сокол и всякие такие может даже рейнфорд черт его знает много телевизоров в таком корпусе есть у меня был сокол и два роллсона причем вот этот вот и был точно такой же серый находил я в 2016 году у него была очень смешная неисправность это сгоревший подохранитель а почему он сгорел непонятно потому что когда я поставил другой телевизор заработал так и вы продал но с этим все интереснее такой вот кинескопник вот такой внешний вид это не только роллсон там есть куча клонов на той начинке которая в нем установлена телевизор был найден без пульта но упс а у меня он есть нашел его года четыре или три назад вспомнить бы еще они на той же ли самой помойке этот телевизор пульт довольно таки замусоленный весь блестит не не весь но блестит сильно даже вот такое вот есть если вам видно но пульт полностью исправный это именно родной пульт у которого все кнопки до едины подходят к этому телевизору с ним именно он и шел немножечко кунемся в историю моя мама в 2005 году купила фонографе телек окай в сером цвете выпуклый 37 сантиметров ака и 14 ct 01 кстати кому интересно загуглите у него был точно такой же пульт только кнопок было больше было еще по моему вот тут ряд кнопок вот кнопки были и вот кнопка была но не были не задействованы не были подписаны просто видимо китайцам в какую-то смену было впадло эти кнопки убирать в какую-то кнопки убирали и наклейка была без отверстий хотя если надавить там разметка под эти кнопки самые есть но в этих моделях они никак не используются то такой был на том же шоссе как и этот роллсон проработал он с 2005 по 2014 ни разу не сломался один раз мною вскрывался для того чтобы смахнуть пыль был продан но оттуда куда он переехал его украли и дальнейшая его судьба неизвестна спиздили сдачи короче это жалко конечно что так произошло еще потом такой же ака я видел в одной парикмахерской и два раза у себя в городе на авито но это были точно не мои экземпляры потому что тот я бы узнал по пульту там скажем так след моего рукожопства один был на пульте находил я еще теле телек сокол 2014 году точно такой же визуально только выпуклый и маленький к нему тоже должен идти такой же пульт но его не было и с тем серым роусом он такого пульта тоже не было и так какая у него была неисправность он он пытался включиться вообще у этой модели долгий запуск получается при включении у него сначала включается усилитель звук начинает идти причем вот если в какой-нибудь вход что-то подключено то при втыкании сразу начинает играть то что подключено независимо от того какой источник включен на телевизоре ну звук больше похоже на наводки потому что тихий потом усилитель выключается и телевизор включается целиком это такая особенность запуска этой модели и на вот этом моменте когда у него работают динамики он уходит защиту включается уходит защиту включать уходит защиту и воняет паленым вот так вот но такая вот интересная неисправность что же давайте покажу вам причину не давайте сначала покажу вам что телевизор полностью теперь работают я его отремонтировал уже а после посмотрим на причину и вот смотрите какой у него запуск слушайте внимательно я подношу динамику включаем вот так вот он запускается сначала звук потом полный запуск причем сейчас звука нету когда появится картинка появится и сам звук зачем-то вот такая вот сама диагностика есть она через сервисное меню включена она ни на что не влияет просто для чего-то это для виду сделано у телека не работает ни одна кнопка они окислены то есть пользовались пультом но выкинули без либо я его опять просрал вот кнопка работает но работает неправильно это год на это на громкость это на канал и хотя это должна включать меню это переключать входы пульта все работает был он кстати на на одном из каналов то есть смотрели кабельная они приставку так и собственно что в нем было не так давайте осмотрим его с обратной стороны это не с ним потому что год выпуска его примерно 2003-2005 кинескоп lg причем старого образца потому что потом пошли лжи филипсы кинескоп грязный присоска чистая провод чистый плата чистая телек грязный как вы думаете почему правильно потому что плата уже вымыта и высушена смотрите вот такие большие динамики вернее не то чтобы большие они длинные и от того хорошо звучащие телевизор не прокуренный просто пыльный но сейчас от него исходит запах паленого до сих пор потому что она этот запах впитался в пыль и так давайте посмотрим вот сюда неисправность была вот в этом месте сейчас здесь мы чего-то не наблюдаем а не наблюдаем мы конденсатор c504 гребаный керамический синий конденсатор тут даже вот на вот этом пленочном след остался строчный транзистор здесь для 2499 в том телевизоре который сокол я этот транзистор менял выбило его точно сказать почему не могу но помимо того что выбил конденсатор по моему был вот тот вот конденсатор сдутый кстати посмотрите какой огромный радиатор кадровой развертки это шоссе x1 а есть еще и x1 у этого телевизора даже блатной набор разъемов смотрите и ави вход и ави выход и компонентный 9 вход и с видео вход правда звук у всех один используется то есть на выбор что-то одно надо подключить и вход сбоку и дополнительный стерео звук но правда только по входам по тюнеру моно а кай и сокол были моно причем у акая компоненты из видео не было а у сокола они были но при этом сокол был монофонический вот так вот китайцы хитрят кстати очень надежная вот это вот шоссе x1 а сколько я с ним сталкивался она либо работает либо вот банальность какая-то сгоревший предохранитель без причины вообще можно не считать то есть телевизор просто рабочий оказался здесь давайте я покажу фотографию что здесь было секунду неисправность заключалась вот в чем вот этот сраный кондер c504 он треснул и его замкнуло и и учитывая то какое здесь количество пыли смотрите какая она мохнатая как и много этот телевизор в прямом смысле слова мог и воспламениться эта пыль могла и загореться но все обошлось потому что пыль просто не за просто сухая пыль без ничего которая легко собьется водой или сжатым воздухом то есть в ней нету каких-то каких-то там табачных смол или еще чего-нибудь знаете бывает пыль черная когда телек живет в квартире у дороги а здесь она просто серая но и кстати много телевизор на пломбах пыли много о чем это может говорить о том что это реально очень надежная удачная модель я очень боялся что у него сдох тдкс но этого не случилось кстати обычная уборка пылесоса плату не получится вычистить так как водой и пальчиками вот видите какой тдкс он как новый главное дать просохнуть и достаточно времени теперь давайте поговорим о самом конденсаторе почему его замкнула такая ситуация бывает в телевизорах очень часто практически во всех тип типовых вот таких вот 21 14 50 герцовых телевизорах получается между и не помню какими двумя выводами либо между эмиттером и базы либо между эмиттером и коллектором либо сейчас секунду или вообще база коллектор короче неважно стоит вот этот вот такой вот синий конденсатор он то ли для фильтрации то ли для сглаживания то ли для подстройки размера черт его знает и в данном случае здесь был конденсатор 152 то есть одна целая пять десятых нанофарад и 1500 пихофарад я замучился искать такой конденсатора и на 2 киловольта как уже советовали на ютубе такие конденсаторы лучше ставить не новенькие с магазина бы уж на из какого-нибудь сломанного телевизора желательно там sony philips и нежелательно samsung к китайца потому что в старых они надежнее и просто физически больше я конденсатор взял с китайца с китайца с хендая в точно таком же корпусе найденного 2013 14 году который не который поработал мало был почти чистый но скажем так я его не успел его раздолбили передо мной причем не забрав плату забрав только отклоняющую систему гандоны блять причем там был кинескоп samsung здесь кинескоп lg но там там шасси очень похожее на это но не совсем такое но сделано явно на том же заводе потому что все очень похоже причем даже именно сама форма его похоже наверное надо бы даже сюда бы подошло она скорее всего взаимозаменяемые транзистор я взял на 1 нафарад вместо полтора нанофарада как видите он подошел и работает эта модель долго запускается поэтому пока я буду говорить взял кстати этот транзистор с плата кинескопа давайте даже попробую посмотреть если тут еще такой транзистор причем плата кинескопа такое чувство как будто здесь такая же транзисторы тут на виде усилитель тут на транзисторах они кстати тоже могут страдать от возраста они могут отпаяться распаяться что-то я тут этого конденсатора не вижу вижу вон он он стоит то ли по ускоряющим то ли по фокусирующему вот с этого места я и взял конденсатор на той разбитой платья размер в норме транслирует у нас 16 на 9 поэтому лица растянуты но именно размер растра того как он настраивался завода в полном порядке это видно даже по такой растянутой картинке кстати звук хорошую телека этого и вообще пиздец какая ностальгия смотрите опа какое меню да как на моем ака из 2005 года смотрите прикол здесь есть вот такой вот пункт типа био часы не знаю конечно кто ему доверял вообще прикольная конечно тема вот смотрите еще раз что здесь показано и смотрите что тут забито 2004 год 11 месяц ой 11 число май в 2000 или в 2018 году или кто-то проверял на 2018 год что у него будет и скорее всего этот телевизор смотрел человек родившийся в 2004 году сука моложе меня блять нас 2004 в 2005 году появился телек с такой начинкой а тут человек 2004 года рождения лол скорее всего он когда-то он у кого-то был как основной потом может быть в маленькую детскую комнату например перешел от того кстати он и не прокуренный просто немножко грязненький а внутри сильно пыльненький вот такой вот телек вот на пульте единственная кнопка включения-выключения работает очень плохо а так он весь работает еще есть такой момент кстати вот например на моем ака и вот эта кнопка и вот на уровне железо были недоступны настройки звука то есть это предустановки изображения предустановки звука это меню вот эта кнопка меню звука при нажатии на те две кнопки на телевизоре ничего не происходило здесь это все происходит и здесь эти кнопки не от они здесь во первых есть физически их отсюда не убрали потому что пульт мог бы быть и без них то есть это пульт от стереотелевизора скорее всего тоже и это стереотелек в общем вот такой вот ремонт интересный такое оживление банальное с одним лишь конденсатором и может быть будет видео по вот этому телеку который был найден днем ранее а это томсом томсом и мне вообще целые не попадались один раз только отдавали бесплатно но это пока что все всем пока роусон даже рулит по крайней мере вот именно вот такой волосон есть еще куча других более хреновых роусонов этот я вообще не могу хреново назвать классный телек чисто и из чувств ностальгии 2 точно такой же я нахожу и он работает